здравствуйте всем халю всем вот приехала за виноградом хочу немножко домой винограду нарвать сорта у нас тут разные и белые такой я сразу тут нарву какой хочешь тут у нас четыре штуки но мы хотим я потом буду делать съемку да мы хотим обрубить его полностью короче полностью его обстричь я потом буду буду показывать что мы будем делать да и еще посадим такой большой длинный длинный такой пальчиковый виноград очень вкусный нам дадут отросток мы хотим его посадить я вам сколько принесла очень удобно пластик когда в эти фрукты покупаем в магазинах я не выкидываю потому что потом ну мы знакомым и соседям и у нас тут очень много родственников тоже родственникам ну как даем да но кое-где виноград кисловатый он вины посмотрите какой он красивый его даже кушать неохота смотрите какая прелесть наверху крупный крупный но я уже туда не залезу сейчас сразу здесь вы мою и домой вымытый повезу а я приехала травку полить думаю полью травку так тут или или не тут вы мать наверно здесь вы мою если кран делают его так вот то на ровно текет а если чуть-чуть сюда то он текет брызгает я всегда вот Вот таким пользуюсь. Тут тоже очень крупный-крупный виноград. Смотрите. Он аж блестит. Все полила. Травку полила. Канна полила. Ну, конечно, не хотела я после дачи девчата закупаться. Но думаю, все равно поеду. Виноград нарвала. Думаю, заеду в магазин. У нас Альди недалеко. И заезжала в Росман. Тоже тут у нас недалеко. Думала, так возьму хлебушек туда-сюда по чуть-чуть. И, ну, опять набрала. У меня просто ехала в Росман. Мне надо было за краской и за хлебом. Покажу вам в Росмане краску свою. Мне тоже о ней спрашивали. И спрашивали обзор на чайник. Несколько мне про чайник писали. Я вам сейчас покажу его. Так. Вот Клискур. Я очень давно им пользуюсь. И очень довольна вот этим вот. Вот, чтобы были, знаете, гладкие волосы. Я вот только им пользуюсь. Там были и черные всякие. Такие. Я уже все перепробовала. Но мне вот только этот. Я сама по себе. У меня волос волнистый. Я его выглаживаю. Только выхожу с дома, если дождик или что, все. Прихожу вся кудрявая. Ну, поэтому я вот всегда им пользуюсь. Вот, нравится мне. Потом краска. Это у меня как... Я тоже. Это шаум. Это... Тут 0% аумяка. Тут вообще нету его. И вот она у меня держится 5-6 недель. Это как тоник наподобие. Вот. Я постоянно как бы ее покупаю. Больше никакими я всякими не пользуюсь. Чтоб там, например, от корней отрасталось. Я до того намучилась. Вроде бы те года, вроде покупаешь краску, все такая же. Пойдешь голову красить, корни начинаешь красить. Корни светлые, а это еще темнее. И, короче, и потом думаю, нет. И вот уже лет 7-8 вот я только вот такими пользуюсь. Она недорогая, где-то около, по-моему, 5 ойров стоит. 5 или там 4 с копейками. Вот так вот. Так. Ну, конечно, зашла я вот, купила. Дети любят этот шоколадный как... Ну, как какао, да? Потом, что я еще купила? Это я покупала в Росмане. Так, что я купила в... Нет, это Нету у меня. Это с Нету. В Нету я заходила покупать батареечки. Но они тоже в Альде есть. Нет, у меня есть такие, знаете, специальные эти, которые сами фонари автоматически загораются. Ну, такие свечки электрические. Они как только на батарейках, вернее, и сами как загораются. Вот этот сок я очень люблю. В Альде я всегда покупала, они такие чуть-чуть побольше бутылки. Но их почему-то там не было. Он как наподобие Аистеи не был. Но пришлось зайти хоть эти две бутылки купить. Это у нас только лимонад. Вот кикус я вам покажу. Как бы вот такое вот. Ну, думаю, надо что-то другое. Так, огурец. Почти ойра стоит в Альде. Это я уже не по умнению буду говорить. Потом сыр. Моя любимая вот эта вот. Мне очень нравится, как сыр этот. Потом йогурт. Капуста. Сегодня хочу капусту тушить с картошкой. Потом бананы, ну, как всегда. Потом были три ойра. Это уже мандаринчики пошли. Мандарины. Сколько тут? Не могу найти. Вот они. 750 грамм. Потом перец. Черный. Потом. Ну, это тоже я внеточку покупала. Это вот как раз это и это внеточку я покупала, заходила. Это мои любимые, знаете, булочки. Это сейчас покушать. Потом. Всякие такие на хлеб ложить. На вот бутерброды. Это шинкен тоже. Потом для мусора. По-моему, ойра 29 подорожали. И вообще. Все подорожало. Хлеб какой вот мы берем, всегда темный такой, с женой. Знаете, его не было. Это девчата вареная свекла. Хочу сделать под шубой. Это селедка. 200, сколько там? 56 грамм. Это, по-моему, ойра 29. По-моему, тут три или четыре штучки. Потом масло. Потом паприку купила. Потом томатные на зажарку, как томатная паста, такая густая. Потом этот, как его, салат. Потом что еще? Моему сыночке купила. Как, конечно же, он любит это у меня. Потом это итальянская. У меня дочь всегда готовит такое. Я постоянно беру. Это наподобие, как, знаете, как картошка. Вот такая уже готовая. Потом сок и нослим. Шоколадные печеньки с печеньками. Так, вроде бы, все. Такое, по-быстрому, думаю, заеду, куплю. Так, приступаем за чайник. Идемте к чайнику. Сейчас я тут включу свет. Подождите. Погону очки. Так, насчет чайника. Так, посмотрите. Фирма Амара. Очень хорошая фирма. Мы этим чайником довольны. Оно держит температуру. Я уже рассказывала вам. Сюда поставлю. Оно держит температуру. 60, 70, 80, 90. Просто есть тут плюс, есть тут минус. Ну, как уменьшать, да? Вот, например, я чайник разогрела. Да, и он уже тепленький, да? Я, например... Ну, пускай, давайте включим там, например, на 50. Вот, подождите. Вот я включила. И вот теперь он будет теплый у меня. Вот он будет теперь стоять. И тепло он держит температуру. Вот чем вот я вот им довольна очень этим чайником. Он есть в Амазоне. Не точно не буду говорить, сколько он стоит. Или 50. Ну, там чуть-чуть поменьше, как его... Ну, как воды, чтобы наливать. Не на литр, по-моему. Вот он, короче, с 50, он на 70-80. Вот так вот стоит. Сразу говорю, не знаю точно. Но он, девчата, не дешевый. Как бы сразу говорю, что он не такой, как... Ну, как другие. У нас уже и Самсунг, и всякие такие чайники были, которые... Ну, год сгорает. Год сгорает. Вот. Или три года держится, сгорает. Вот как будто вот так и надо, знаете. Так же, как у нас и кофеварки. Вот это вот единственная Юра кофеварка, она у нас долго держится. Вот единственная. У нас был, так, Самсунг, потом еще две какие-то, я уже не помню. Тоже так же. Они быстро сгораются. Они забиваются, во-первых. Хотя я такая, что частюля я постоянно оттуда вытаскиваю. Они даже у меня проветриваются. Я все чищу, где они могут забиваться. Почему они как сгорают, я вот не могу понять. Почему вот так вот происходит. Так что, вроде бы, сделала вам обзорчик на чайник вот такой вот. Покупайте, пробуйте. Я вот не знаю, они где-то в медиамарке, по-моему, продаются, эти чайники. По-моему, вот они продаются. Вот не знаю. Сейчас, подождите. Так, вот сейчас вам покажу. Вот так вот. Видите, вот он у меня стоит. Все, вот на 50, смотрите. На 50. И он у меня теперь будет теплый. Ну, такой, как тепло-горяченький. Вот все, отключился. Все, вот уже готовый. Потому что я вместе с вами его включала. И он сразу гудит, например. Когда отключается, он сразу гудит. Дается себе знать, что он уже готовый. Ну, вроде бы, такой небольшой обзор вам сняла. Виноград очень вкусный. Очень-очень вкусный. Потом буду делать обзор. Когда я его буду с мужем, будем его постригать. Как срезать его полностью. Я вам покажу, как мы будем срезать. И будем досаживать. Потому что сейчас там еще у нас очень много винограду. Сами видели. Еще даже листья зеленые у нас. Он, этот виноград, сам по себе поздний. И где винный, мы хотим его немножко убрать. Чтобы был такой вот. И досадить, чтобы обыкновенный черный такой виноград пальчиковый. Ну, как, чтобы был ранее. Кушать уже, как в августе, да, в конце августа. Сейчас, смотрите, у нас октябрь. Он у нас до сих пор висит. Еще даже кое-где зеленый. Ну, большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. До новых встреч.